В России фиксируется новый вид мошенничества на сайте Госуслуг. Преступники пытаются украсть ваш аккаунт и получить доступ ко всем счетам и документам. О новой схеме мошенников подробно рассказали в Минцифры. Во время звонка жертве злоумышленники представляются сотрудниками Госуслуг и просят продиктовать код, полученный в СМС. А в качестве предлога мошенники часто используют QR-код как наиболее актуальную тему. Минцифры напомнили, что сотрудники портала никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании, говорится в сообщении ведомства. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении директора клиники «Чистый город», в которой погибли четверо пациентов. Напомним, трагический случай произошел 17 сентября 2020 года. В одной из палат наркологического центра возник пожар. Оказалось, что один из постояльцев устроил поджог. Это стало известно после того, как просмотрели камеры видеонаблюдения. По данным следствия, клиника «Чистый город» помогала людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. При этом, вопреки имеющейся лицензии, наркологический центр работал как круглосуточный стационар, да еще и располагался в жилом доме, что запрещено. В помещении нашли многочисленные нарушения в области пожарной безопасности. Вследствие оказания директора медицинских услуг, не отвечающих требованиям, в зоне открытого огня оказались пациенты. Находясь под воздействием сильных седативных препаратов, они не смогли самостоятельно и быстро покинуть помещение. В ходе расследования обвиняемая свою вину так и не признала. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения. В Хакасии пропала приехавшая из Новосибирска 70-летняя женщина. Волонтеры-поисковики просят граждан помочь в поисках. Согласно ориентировке, 4 января Любовь Ивановна Борейку приехала в Абакан из Новосибирска и с 9 числа перестала выходить на связь с близкими. Ее телефон недоступен, а местонахождение до сих пор неизвестно. Женщине 70 лет, рост 160-166 см, плотного телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить в полицию по телефону 02.